Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Внутри вас есть враг. И этот враг называется гордость. Гордость очень опасна для нашего духовного благополучия. И неудача в преодолении гордости будет иметь бедственные результаты, как физически, духовно и, вероятно, навечно. Нам необходимо научиться ходить не в гордости, а в смирении. Я хочу привести два примера этого. Задумайтесь на минуту о Моисее. Моисей в Писании неоднократно назван слугой Божьим. Я считаю, что нет звания выше, чем чтобы вас знали как слугу Божьего. А что еще говорит Писание? Оно говорит, что Моисей был самым смиренным человеком. И две эти вещи идут вместе неразрывным образом. Если мы смиренны, мы будем служить Богу. Если же мы горды, мы будем служить себе. Так что позвольте мне задать вам такой вопрос. Вы действуете в гордости или смирении? Второй пример — это, конечно, наш Господь и Спаситель, Мессия. Если мы посмотрим, к примеру, вторую главу послания к филиппийцам, Павел говорит, и говорит он о смирении Мессии. Он говорит, Мессия смирил себя даже до смерти на кресте. И по причине смирения, которое привело его к послушанию Богу, что говорит Писание? Писание говорит, что Бог дал ему имя превыше всех имен, чтобы перед именем Иешуа Иисуса преклонилась всякая колена, и всякий язык исповедал его имя. И вот что так важно — в славу Бога, что Он есть Господь. Помните о том, что смирение приводит к тому, что Бог поднимает, возвышает нас. А гордость, что говорит Писание? Гордость предшествует падению. Так что опять-таки, если бы вам надо было оценить себя, и решения, которые вы принимаете, действия, которые вы предпринимаете, они больше коренятся в гордости, себя любии, в том, чего ищете вы? Или они более утверждены в смирении? Промежуточной позиции нет. Вы живете или под влиянием гордости, или под влиянием смирения. Возьмите вашу Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 18 главу. Тут будет ясно, что Мессия учит об опасностях гордости и силе, и благословениях, которые приходят от смирения. Заметьте, что Он говорит в первом стихе. Евангелие от Матфея, 18 глава, первый стих. Иешуа говорит здесь «в тот час». Обратите внимание на фразу «в тот час». О каком часе мы говорим? Что ж, если вы помните прошлое занятие и предыдущую главу, Иешуа сказал что-то. Он сказал своим ученикам, что пойдет в Иерусалим. Там он будет предан. И предан в руки человеческие. И люди предадут его смерти. А в тот час, какие были мысли у учеников? Что ж, продолжим читать, возвращаемся к первому стиху. В тот час ученики приступили к Иешуа и сказали «Кто больше в Царстве Небесном?» Они это спросили в отношении себя. Я имею в виду, мы знаем одно. Мы знаем, что самый великий в Царстве Божьем – Бог. Вспомните, что мы изучили. Бог Отец сказал о Иешуа, Единородном Сыне Божьем, «Перед именем Твоим преклонятся, и Его исповедуют все в славу Бога». Он получит имя превыше всех имен. Самый великий Иешуа. Но они думали о себе. Они услышали, что Иешуа умрет. И они думали между собой, «Что ж, теперь кто среди нас будет самым великим?» И заметьте, как ответил Мессия. Он мог ответить, обличив их, указать на их неверный образ мышления. И, между прочим, гордость всегда приводит нас к неправильному мышлению. Гордость уводит нас от Божьего, от целей Бога. И гордость… Писание говорит, гордость предшествует впадению. То есть гордость ведет нас к тому, что враг обманывает нас, и затем уже может сбить нас с ног. А Бог хочет дать нам силу, укрепить нас, поместить в своей воле. А гордость удаляет все это. Так что ответ Мессии таков. Посмотрите второй стих. «Иешуа призывает дитя». Библейское слово здесь, переведенное как «дитя», это слово означает очень маленького ребенка, малого возраста. Это слово, вероятно, означает ребенка, недавно научившегося ходить. Ребенка двух-трех лет. И мы видим, что когда такой ребенок ходит, то он не отходит далеко, а затем протягивает руки в направлении матери или отца, чтобы они подхватили его. И это не всегда, потому что он устал или не хочет ходить, а это потому, что ему нужно подкрепление от близости со своим родителем. Также, когда у маленького ребенка проблема, ему нужно что-то, что-то происходит в его жизни, что пугает его, нечто неприятное, что делает такой ребенок, ищет своих родителей. Мессия говорит нам следующее. Нам необходимо научиться зависеть от своего небесного отца, слушать его, признавать его авторитет. Понимаете, маленькие дети, они слушают своих родителей. И под этим я имею в виду, что когда им что-то говорят, маленькие дети чаще всего верят этому. У меня есть старший брат. Когда я был маленьким, он бывало говорил мне нелепые вещи, и я в них верил. Иногда эти вещи пугали меня. Иногда они доставляли мне большое удовольствие. Я думал, «О, это скоро произойдет». И, конечно, будучи старшим братом, он просто играл со своим младшим братом. Но суть в том, что маленький ребенок склонен, услышав принимать сказанное. Об этом и говорит Мессия. Если мы хотим, и вот ключевой момент, быть великими в Царстве Божьем, нам необходимо, как зрелым личностям, демонстрировать ту же, зависимость, то же признание авторитета, которое есть у маленького ребенка в отношении своих родителей. Итак, еще раз второй стих. «Ешуа, призвав дитя, посадил его посреди них». Посреди двенадцати учеников. Третий стих. «Ешуа говорит ученикам самым смиренным образом». Он просто говорит, «Истинно говорю вам, если не». И следующее слово столь значимо, слово «обратитесь». Это одно из новозаветных слов, относящихся к покаянию. Но это просто слово «обратиться», и оно подразумевает, что когда вы обратитесь к Богу, в вашей жизни будет изменение. В гордости человек думает, что у него все под контролем, что он знает, как действовать. «Просто уйдите с моего пути и дайте делать то, что я хочу делать». Но в смирении человек осознает, что мы несовершенны. Смирение учит нас, что нам необходимо изменение в нашей жизни. И смиренный человек подобен маленькому ребенку. Маленькие дети не обращаются к какому-то незнакомцу, но они ищут безопасности и утешения у своих родителей. Об этом-то и говорит Мессия. Нам необходимо быть людьми, которые обращаются к Богу, и когда мы будем это делать, это принесет то, о чем говорит это слово. Изменение. Благочестивое, праведное изменение. Итак, он говорит. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети». Он говорит здесь о том, что некоторые люди называют детской верой. Просто верой. Вы говорите что-то маленькому ребенку, и он не выясняет все детали. Он просто слушает, принимает. Вот так и для нас, взрослых, хорошо иметь веру, как у детей. И что я этим имею в виду? Что ж, есть учитель Библии, и он больше спикер по мотивации. Он говорил о любви Мессии. Мы все знаем эту песню. «Иисус любит меня». Я это знаю. Почему? Потому что так говорит мне Библия. И вот этот человек разбирал эту песню с негативной точки зрения. Он говорил, «Вот проблема. Вот у кого вера, как у ребенка. Когда же ребенок вырастает, к примеру, поступает в колледж, его вера будет подвернута испытаниям. И когда он услышит научные факты, его вера будет разрушена». Нет, не будет. Истинная вера никогда не будет разрушена. И вот что я хочу вам сказать. Мы увидели исторически, что науке приходится догонять откровение Слова Божьего. Давайте я вам приведу пример этого. Раньше было так, что даже самые интеллектуальные люди думали, что Земля плоск. Но вы можете обратиться к книге Исаии. И около трех тысяч лет назад, более вероятно, две тысячи семьсот пятьдесят лет назад, Исаия сказал, что мир круглый. Он использовал слово, которое описывает круглую Землю, а не плоскую. Буквально через несколько веков самые лучшие ученые догнали пророчество Исаии и узнали, что Земля кругла. И мы видим много примеров того, как Библия говорит что-то, а наука подвергает это сомнению. Но позже мы видим, что наука подтверждает то, что давно сказано в Библии. Все в Писании мы можем защитить. В Слове Божьем нет проблем. То, что в Слове Божьем не находится ни в каком конфликте с тем, что доказала наука. Мы видим, что Слово Божье защищает само себя. Мы можем, если мы будем изучать Слово Божье надлежащим образом, то увидим, что поистине Слово Божье дано Богом, вдохновлено. Никаких ошибок в Слове Божьем нет. Вы знаете, те, кто смотрит как бы свысока на детскую веру, они или не читали сказанное в Писании, или не послушны Ему. Ешуа ясно говорит, мы продолжаем. Он говорит, если не обратитесь и не будете как дети, говорит он, не войдете. И, между прочим, здесь двойное отрицание. Не так, как мы думаем в английском, когда двойное отрицание дает утверждение. В греческом не так. Двойное отрицание подчеркивает факт, когда он говорит, и мы можем перевести это так. Нет, никогда не войдет в Царство Небесное. Так что нам необходимо быть людьми, которые доверяют Богу так, как маленький ребенок доверяет родителям и полагается на них. Четвертый стих. «Итак, кто умолится, как это дитя, тот, и это эмфатическая конструкция, тот и больше в Царстве Небесном». Так что он, Сын Божий, учит нас, что нам необходимо иметь смирение. И это смирение производит зависимость. Нам необходимо смирение, чтобы зависеть от Бога опять-таки так, как маленький ребенок зависит от отца или матери. Вот что угодно Богу и наделяет нас силой, давая нам доступ к ресурсам Святого Духа, чтобы изменять нас, взращивать нас и приводить к зрелости в послушании воли Божьей. Теперь посмотрите пятый стих. «И кто примет одно такое дитя или одного такого маленького ребенка?» И вот что он говорит. «Во имя Мое». Буквально тут сказано «на имени Мое», что учит нас основополагающему принципу. И он таков. «Будучи смиренными, мы будем иметь характер Мессии». Помните простую истину. Когда Библия говорит об имени, она подчеркивает характер. И вот в чем наша задача. Что касается маленьких детей, мы должны защищать, оберегать, любить, наставлять в вещах Божьих, чтобы нам, как тут и сказано, «Когда мы будем делать так», он говорит «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Заметьте следующее. Когда он говорит «Меня принимает», он имеет в виду «принимает характер Мессии». Вот чему это учит нас духовно. «Когда мы принимаем Евангелие, Святой Дух, а Святой Дух — это Дух Ешуа, Мессии, Креста. Его Дух приходит, чтобы жить в нас, и мы начинаем жить Его жизнью через наши действия, наши слова. Он становится нашей жизнью. Так что смирение, доверие, надежда на Бога производит в нас изменения, посредством которого мы в поведении, в действии, в мыслях, в словах, во всем становимся более и более подобны Мессии. Так что когда мы принимаем одного из этих маленьких детей во имя Его, для Его цели, на основании Его характера, мы, говорит Он, принимаем Его. Но вместо того, чтобы влиять позитивно, вот что значит принять одного из этих маленьких детей. Есть возможность, что мы будем оказывать негативное влияние, иметь плохое свидетельство перед Ним. Вот об этом Мессия и начинает говорить в 6 стихе. Тут сказано «А кто соблазнит» А это слово означает положить камень преткновения, произвести плохое впечатление, оказать негативное влияние. Так что Он говорит «А кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня?» Обратите внимание на то, что Он говорит. Это местописание мы слышим нечасто, но оно дает нам хорошее указание на его характер и на то, насколько серьезен этот вопрос. Местописание, которое мы изучаем, глубоко значимо, и нам необходимо понять это через термины, слова, которые использует Иешуа. Еще раз. «Кто положит камень преткновения, соблазнит одного из малых всех, верующих в Меня?» Он говорит в середине шестого стиха «Тому лучше было бы тому, кто становится камнем преткновения, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Вы слышали это? Очень сильное выражение. Иешуа говорит «Если кто станет камнем преткновения для одного из малых сих, уверовавших в Меня, такому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Что он говорит здесь? Он говорит, что с его точки зрения, с перспективы царства, оказывать негативное духовное влияние хуже, чем потерять свою жизнь. Таким языком он подчеркивает важность духовного измерения. Насколько сильно он хочет, чтобы мы оказывали благочестивое влияние, и лучше потерять жизнь, чем оказывать негативное влияние. Он не предлагает нам пойти и покончить с собой, если мы сделали что-то не так, но он подчеркивает, он учит нас очень важному принципу. духовное важнее, чем физическое благополучие. Также он продолжает говорить, 8 стих, он использует слово «горе», то есть, если не будет изменений, насколько ужасным это будет. И начиная с 7 стиха, он говорит о мире. Он говорит тем, кто посвящен мирскому подходу, кто делает акцент на вещах мира, а не на вещах Царства Божьего. Итак, 7 стих «горе миру». Почему? Буквально тут сказано от соблазнов, этих камней преткновения, и вот что он имеет в виду. Горе миру. Почему? Потому что от мира приходят эти соблазны, эти камни преткновения, эти вещи, которые производят негативное влияние на людей. Далее он говорит вторая часть 7 стиха «Ибо необходимо прийти соблазнам». И вот что он имеет в виду. В этом мире соблазны присутствуют. В этом мире будут камни преткновения. Почему? Потому что этот мир запятнан грехом. Так что действуя в мире с его перспективы, в его умонастроении, стремясь к мирским вещам, мы само собой будем камнем преткновения. Мы будем жить, вести себя вредным для духовного благополучия других образом. То есть у нас не будет благочестивого свидетельства. Так что он просто говорит здесь «горе мир», имея в виду вещи мира и характер этого мира. «потому что от мира приходят соблазны». Это естественно, что соблазны приходят от мира. Но он говорит «однако горе тому человеку, через которого такой соблазн, камень преткновения, приходит». Вот что важно слово «горе». И он использует это слово дважды. Первый раз в отношении мира, горе мир. И второй горе тому, кто ведет себя мирским образом, не доверяя небесному Отцу, не завися от истины Бога. И он говорит «горе». И помните, что значит это слово «как ужасно то, что будет». Восьмой стих. Он приведет пример того, насколько жизненно важно, чтобы вы услышали то, что он говорит и чего он не говорит. Восьмой стих. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, полагает камень преткновения пред тобой, что тут сказано? Отсеки их». В текстус рецептус, в переводе короля Иакова, написано во множественном числе «отсеки их». В отсеки ее. Но суть в том, чтобы избавиться от этого. Но очень внимательно послушайте следующее. Мы можем использовать нашу руку для совершения греха, для того, чтобы быть камнем преткновения. Мы можем воспользоваться ногами, для того, чтобы пойти в место, где делаются неправильные дела. Так что мы можем грешить и служить камнем преткновения нашими руками и ногами, но не в них причин. Очень важно, чтобы мы услышали, что он говорит. Несколько недель назад мы слышали учение Мессии. Он сказал, что человека оскверняет не то, что он принимает в свое тело, а то, что исходит из его сердца. И когда он говорит, если руки твои или ноги твои делают тебя соблазном, отсеки, он тем самым говорит нам избавиться от причины того, что мы стали соблазном, камнем преткновения. И что это? Не ваши руки или ноги, а ваше сердце. Нам необходимо новое сердце. А в Библии есть связь между сердцем и умом. Нам необходимо избавиться от своего ума, своего образа мышления и заменить его умом Христовым. Вот почему он говорит, отсеки, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженному, то есть брошенному в огонь вечный. Вы слышали это? Огонь вечный. Опять-таки, люди с пренебрежением говорят об аде, об осуждении в огонь, но это слово Ешуа, Сына Божьего. Он говорит, лучше тебе избавиться от этого, избавь свое тело от того, что приводит тебя к греху, чем держаться за это, и оставшись в целости физически, быть брошенным в вечный огонь. Девятый стиль. И если глаз твой особлазняет тебя, вырви его и брось от себя. Почему? Потому что лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, и жизнь здесь синонимична царству. Войти в жизнь, нежели с двумя глазами. И снова, быть брошенным в... Тут написано, он говорит, быть брошенным в адский огонь. Заметьте, он говорит об аде, и обратите внимание, что вечный адский огонь упоминается дважды. Тут сказано о реальности ада, о гордости и ведет нас к этому, к тому, чтобы оказаться в адском огне. Когда мы смиренны и доверяем живому Богу, пославшему своего Сына в этот мир, тогда и только тогда мы войдем в жизнь. На этом закончим. Шалом из Израиль. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.